Это в наше время редко, последний раз, ну Андрей расскажет, что здесь было в последний раз. Вечер такой неформальный, это первый раз мы решили собраться. Андрюк, мы хотели тебя подколоть, но... Так у вас есть вечерная. В общем, друзья, спасибо, что вы здесь, спасибо, что откликнулись. Андрей расскажет вообще, что и почему, и как. Я просто очень рад, что у нас есть такая возможность. А сейчас на эту сцену я приглашаю Андрея Мадана. Дело в том, что там еще народ наверху еду заказывает. Поэтому я говорю, давайте скорее, я не жду, там бар вообще медленный, еды нет. Поэтому я думал, с чего начать, пока мы ждем всех, пока... Самое, думаю, я вам что-нибудь могу прочитать такого из старого, пока все соберутся. Вот, ну чтобы как бы сразу не начинать с выступающих. Дагмары, ты не против, если я просто поговорю немножко? Ну же, ты, я еще ничего не сказал, значит, придет в этот вечер. А-а-а. Ну, они сейчас упадут в обморок, выступающие. Ну, хорошо, давайте. Или я могу еще поговорить, потом договорить. Я понял. Не, ну там просто наверху еще народ, я поэтому ждал, когда они придут. Но, видимо, им не судьба сегодня быть. Вот. Я вам расскажу пару вещей, значит, что такое камин, ты уже рассказывал? Нет, нет, нет. Вот, значит, камин, это такая игра слов, камин, come in, привет, приходите. И камин, это такое место, где люди собираются вокруг какого-то тепло-удобного места и рассказывают другу какие-то истории. Все, что сегодня будет происходить, это неотрепетированное мероприятие. Иногда мы проводили там Russian Stand Up, какие-то КЛП, КСП, там, КВНы. То все было отрепетировано, отрежиссировано и более-менее проверено. Сегодня я понятия не имею, что будет происходить на этой сцене. Я не видел ни одного текста выступающих. Поэтому, пожалуйста, мы снимаем, организаторы снимают себе всякую ответственность за то, что будет проходить на этой сцене. Единственные тексты, которые я видел, это мои левы, и за них я тоже не отвечаю. Привет. Вот. Дальше. Сегодня у нас на сцене не будет никакой политики, не будет никакого такого юмора. связанного с войной, поэтому это закрытая тема. Мы ее вот сейчас открыли и сразу закроем. Вот. Дальше. Сегодня у нас восемь выступающих. Мы их всех вам отдельно объявим. Они вот тут вот висят в списке. Вот. И все деньги... А после выступления они будут висеть... Висеть где? В других местах. Значит, еще такой момент. Сегодня все деньги собраны от выступления. Мы часть отдаем, значит, заведению, а большую часть мы перечисляем на нужды жителей Одессы, где... Катя. Ты где, Катя? Катя. Вот. Катя Кент, наша хорошая подруга, она все эти деньги приведет в Одессу нуждающимся. Там есть у нас волонтеры... у вас. У вас есть волонтеры, которые разносят еду, всякие вещи, да. То есть это очень хорошая цель, поэтому если даже вы хотите что-то дополнительно сегодня пожертвовать, пожалуйста, подходите к Кате. Или вы также можете найти линк на нашем ивенте. Там есть один линк на ивентбрай, и где-то в описании есть линк на вот этот вот GoFundMe. Окей? Пока народу нету еще сегодня. Сегодня будут... Со сцены сегодня будет пошлость. Сразу предупреждаю, кто пришел с детьми. Сегодня со сцены будут маты, поэтому не удивляйтесь. Это не очень чистое шоу. Мы не ставили с собой целью прям сделать такое family-friendly шоу, поэтому мы сказали, просто старайтесь, чтобы на матах не строился юмор. А все остальное, я не знаю, что они там будут говорить. Значит, пожалуйста, во время выступления, когда люди здесь на сцене, очень напрягают, когда начинаются какие-то разговоры в зале. Тут очень маленький зал и очень хорошо слышно. И поэтому мы просим, если вы хотите пообщаться друг с другом, пожалуйста, поднимайтесь в бар, там можете общаться, смотреть хоккей. Я тоже там буду. Нет, у нас вообще... У нас нет немного. Вне, программа короткая. Да, программа достаточно короткая. Правила были такие, что у каждого выступающего, чей материал мы не видели, от трех до пяти минут. А чей материал мы видели, ну, соответственно, как пойдет. Вот, я хочу еще сделать небольшое объявление. Сегодня у нас в зале присутствуют солдаты из Украины. Вот, и, пожалуйста, давайте их поприветствуем. Миша, Женя и Олег, пожалуйста, наш большой вам респект, друзья, и уважение. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы пришли и спустились по этой лестнице. Вот. Ну, и давайте, давайте сразу же начнем, потому что программа у нас хоть и короткая, но надо когда-то начинать. Поэтому давайте, под ваши аплодисменты на эту сцену я приглашаю Дагмару, нашего первого участника. Пожалуйста, поддержим ее. Вне плана просто он сказал, что последний раз мы здесь встречались и не знали, что вообще будет. Я была здесь, когда было 8 марта, 3 года, по-моему, назад. И мы, когда потом, через несколько дней уже осознали, что такие уже настоящие ковиды, я мужу говорю, верят, я знаю, что интересно, кто здесь заболел, потому что у нас было дикое количество, и никто не думал ни про какой ковид. Но все вяжут, здоровы. Так, для начала у меня вопрос к зрителям. Как вы думаете, почему матовая невинная девушка из интеллигентной семьи, приехав в Америку, начала употреблять нестандартную лексику, или что в переводе с древнеславянского означает мат? А все было очень просто. Примерно через год, после того, как мы приехали сюда, мужу сказали, что он должен будет поехать в командировку из Америки в Румынию, что уже смешно. И я должна была получить право. Если бы там, на родине, мне сказали, что я когда-то буду лезть машину, я бы просто этому человеку плюнула в море. Но тут выбора не было. Муж начал меня учить. И начались мамаевые побоища. Единственное, что без крови. Тогда мы наняли инструктора. С инструктором было все очень хорошо, потому что его жена была дома, а я просто чужая женщина. Все, я уже научилась делать это, делать то, и вся, и вся гордая. А говорю мужу, ну, поедем покатаемся. Он говорит, ну, поехали. И, конечно, со страху я первым делом вместо тормоза нажала на газ. И почти врезалась в дерево. Муж тут же перебросил меня на пассажирское сидение и сказал, что я никогда-никогда в жизни не буду способна водить машину. И продолжал, пока мы ехали, эту тему никогда. И вдруг я, совершенно для себя неожиданно, хладнокровно, обливаясь слезами и соплями, повернулась к нему и сказала, «Пошел ты нахуй!» И сама испугалась. Но случилось чудо. Мой муж повернулся. В его глазах, горящих, появилось такое обожание, преклонение, что я даже не поверила. И с тех пор я поняла, что я стала настоящей эмансипированной женщиной. Вот это предложение следует. И, естественно, пошло по верху. Мы стали дома вовсю подматовывать. У нас дома вообще часто бывает подобие стендапа со всякими там панчлайн, или, как теперь модно говорить, мы ерничаем, или по-простому друг друга подъябываем. И мы поняли, что... И мы продолжали дома употреблять этот язык. Только дома. И вдруг я говорю мужу, «Слушай, а ведь нас слышит сын!» И тогда муж, может, нам перестать? Муж говорит, «Как? Мы же хотим, чтобы ребенок сохранил русский язык. А какой же русский богатый язык без мата?» И главное, там бы он просто вышел на улицу, и у пивного ларька бы все это услышал. А здесь кто его научит? И мы продолжали. Потом началась перестройка, мы давно приехали. И мы, наконец, еще все родственники были там. Мы поехали в Питер повидаться с родственниками. И, конечно, сын уехал, он был очень маленький. И, конечно, мы поехали в Питер. И хотели попасть во дворец. Но это было лето, но летов не было. И вдруг мы смотрим, а мы были с родственниками, вдруг мы смотрим, мимо идет американская группа. И, конечно, его племянники там живущие, его толкают, моего сына, говорят, «Слушай, быстренько, быстренько, давай с ними пристройся, говори по-английски, никто ничего не поймет». Мой сын уже американец. Говорит, «Ну это же не честно!» Они хохочут над ним и толкают. И тут, посреди площади, на которой все хорошо говорили по-русски, мой сын громко говорит, «Ну как вы вообще живете в этой ебаной стране?» И тут мы побоявшие, что нас начнут бить, тихонечко, быстренько, уши. Потом начали родственники потихоньку приезжать, и в их числе приехал мой дядя. Очень эрудированный, начитанный такой. Мы пошли гулять с ними по центру города, не по центру, по даунтауну пошли гулять. И дядя, конечно, начал нам читать лекцию об истории Миннеаполиса. Мой муж, мой сын, ходячая энциклопедия. Вдруг опять же мой сын поворачивается к дяде и говорит, «Ну что вы пиздите, дядя Додя?» Все родственники побледнели. И когда мы пришли домой, мы стали объяснять сыну, что вообще со взрослыми так не разговаривают. Он говорит, «А в чем дело? А вообще, что я сказал?» И тогда я вся покрасневшая стала ему объяснять, что вообще это слово имеет некоторое отношение к женской анатонии. «Что вы творите, родители?» закричал наш сын. После этого он стал очень осторожно выражаться. Ну и последняя история. Ну, по-русски я тут и дома. Мы говорили. Но я слышала, конечно, американские друзья F-word всегда там употребляли. И тут у нас сосед был художником в Star Tribune. Причем художником-карикатуристом. И, естественно, там... У меня подруга работала на Ленфильме, там в Союзе писателей. Там же вообще считала, что если не будешь матом, ну, не обязательно очень, но ругаться в литературно-художественных кругах, то ты все равно, что гермафродит. Это научное слово, это не мат. И, естественно, там почти все художники, писатели, они, естественно, ругались. И вот мы как-то разговариваем на улице с нашим соседом. Я ему что-то в тексте говорю, там что-то. Fuck it! Он на меня так смотрел. Так, Мар, как ты можешь говорить такое? Я говорю, а что тебя так удивляет? Ты же художник, ну ты же женщина! После этого я с ним так не выражалась. Ну, все, пока. Я, наверное, больше трех минут. У меня много историй на Украине. Спасибо! Давайте еще раз поаплодируем Дагмаре. У меня еще есть небольшое объявление. Ну, вы понимаете, да? Мы тексты не читали до этого. Я хочу сказать, что на мне вот эта маечка, вот тут мне написано, ну, нарисован такой небольшой аккордеон. Дело в том, что когда мы последний раз здесь собирались, стояли на этой сцене, Дагмара тоже тут была, и многие люди, которые здесь были в зале, мы делали эвент в поддержку нашего ушедшего друга Александра Санбелашвили. Вот. Это к тому, почему я в такой дебильной желтой майке. Ну, кто-то меня спросил, там, жена говорит, «Ты что в такой дебильной желтой майке?» Я говорю, вот. Вот. Поэтому еще такое объявление. Сегодня у нас в зале присутствует миссис Миннесота Алина. Пожалуйста, поприветствуем. Это... Она настоящая миссис Миннесота 2022 года, и начиная с июня она уже не сможет носить эту корону Леночку, потому что будет новая миссис Миннесота. Вот. А может быть переизберут. Да, и вы знаете... Может переизберут. Миссис Миннесота. Да, корона уходит. Как, в общем-то, она ушла уже и в 22-м году. Вот, значит, и по поводу Алины, когда я с ней познакомился, мне Юра звонит, говорит, «Вот, там есть какая-то мисс Миннесота». Я ей звоню, «Ты мисс Миннесота?» Она говорит, «Нет». Я говорю, «А кто ты?» Мне Юра наврал, что ли? Она говорит, «Ну, я миссис Миннесота». Я говорю, «В чем разница?» Она говорит, «Я замужем». Я такой, «О-о-о». А я говорю, «А за кем ты замужем?» Она говорит, «За полицейским». Я говорю, «Ну, ладно. Ну, хорошо, хоть Алина». Ну, у меня с этим полицейский классный. Его зовут Ник. И у нас с ним, на самом деле, много общего. У нас у обоих красивые жены украинки. У нас обоих зовут Алину. Вот, поэтому дальше. Сегодня у нас будет такой небольшой тоже вечер общения. Поэтому, если под конец вечера у вас вдруг по неких желаниям, у нас будет время, если вы хотите что-то выйти сказать со сцены, тоже какой-то, может быть, неподготовленный экспромт, в конце вечера мы оставим для этого, может быть, небольшое время. Ну, а пока мы движемся по программе. Итак, следующий выступающий у нас Оля Демидова. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Добрый вечер. Я, кстати, не вижу практически никого, даже раздетую Алину. У меня там курточка есть, если что. Это будет ваше преимущество. Корону снимите, но сразу курточку можно одеть. Я хотела сказать спасибо ребятам Лёве и Майдану, что они нас пригласили. Я вас именно так называю. Сейчас поймете, почему. Что они пригласили нас. Так, я в двух словах обо мне. У моря, у чёрного моря, родилась Демидова Оля. Вот это всё, в принципе. Но хотела сказать, что если бы я, конечно, своей маме много лет назад сказала, что меня пригласили на камин два мужчина, или два мужчины пригласили к камину, она бы удивилась. Но она не удивилась, что одного звали Лёва, потому что в Одессе у нас Львов было огромное количество. В основном, правда, каменных. Я не вижу Лёву. А Майдан у нас в Одессе был один. Он был ещё в другом городе, вы знаете. Ну, просто вот так вот это маленькое вам спасибо. Ну, раз дали поручение рассказать, как приехал в Америку, так нужно, конечно, забыть про Одессу и рассказывать про Америку. Начну я с того, что приехала я сюда больше 30 лет назад, в декабре месяце, в снежную Миннесоту, и сразу по дороге мои первые впечатления, когда мы ехали по скоростной дороге, это были лампочки, сияющие. И было такое количество. Но, понимаете, из человека Одессу не вынуть. Я сразу подумала, где бы можно их потом продать. Удивило меня на самом деле, что так сверкают все эти лампочки, и никто действительно их не ворует. Кроме того, замечу, жила я на Дерибасовской. Это правда. Дом 20, квартира 42, пятый этаж, ход 4. Но просто приехала, конечно, в подвал, как многие из нас, и практически на протяжении многих лет видела, ну или даже месяцев-месяцев, недолго там жили, видела людские ноги в основном, а не головы. Но зато не приходилось больше сбрасывать помидоры. Если кто-то из вас когда-то в Одессу приезжал, проходил по Дерибасовской, на голову упал помидор, это мои друзья. Вот, в этом плане. Потом я буду подглядывать, потому что много историй. Вы знаете, что когда вы эмигрировали, ну вы все, наверное, у многих из вас были баулы. Это такие страшные мешки, что даже в них не хочется никого хоронить. А тем более привозить какие-то драгоценные вещи. Пришлось там и кастрюлю привозить, вы же понимаете, какие-то, может быть, полотенца. Не было у меня так много еще тогда в 23 года. Но интересная история была у моего мужа. А мужа позже. Интересная история была у мужа, их семья. Раз они ехали из Одессы, догадайтесь с первого раза, что они везли в Миннесоту. В Одессе Черное море, в Миннесоте 10 тысяч озер. Будешь? Сети? Рыбу? Рыбу. Надувную лодку. И два весла. Причем одно весло везла бабушка. Бабушки уже нет, но она считалась как отдельная семья. И ей положили в лодку весло. Я вообще не знаю, вышла ли я бы замуж за своего мужа, этого третьего. Дай бог, чтобы не последнего. Все знают. Так же, как это, в принципе, мое третье такое живое выступление. Тоже, дай бог, чтобы не последнее. Ну, в общем, вот так вот они весло провезли. Я просто тогда думала, что кастрюли и полотенце это потрясающе. А тут, значит, видите. Хотела быстренько рассказать, ну, пару веселых, не веселых историй, а таких, которые, очень коротеньких, произошли со мной. В детстве очень мечтала о снеге. Если вы знаете, снег у нас в основном был раз в три года. Они говорят, be careful what you're wishing for. Получили снега сразу тогда в девяносто первом году по полной программе. И сразу нашли новых друзей. Друзья, конечно, стали нас куда-то приглашать. И вот одно из моих первых мероприятий было играть в болинг. Ну, подхожу, это я должна вам продемонстрировать. Беру, конечно, мячик. Первый раз в жизни. Молоденькая, еще двадцать три года. Засовываю пальцы. Бросаю. И люди сзади все бегут. И это я не придумала. Мячик я просто бросила назад. Бывает. Это вот одно из моих таких было экспириенсов. Эти же друзья взяли нас в кинотеатр. Как вы понимаете, тогда, в восьмидесятые, в девяностые годы, я еще успела поработать старшей пенервожатой. И говорила, дружина равнясь мирно. Было такое. Тогда моим самым таким, наверное, сексуальным фильмом был служебный роман. И до сих пор помню и лошадь, и их первый поцелуй. Ну, а тут, друзья, нас взяли на фильм «Бэйсик инстинкт». Ну, если кто-то не знает, я просто одну сценку оттуда скажу. Английский-то я не знала, но я все поняла, когда Шерон Стон раздвинула ноги. Через девять месяцев у меня родилась дочка. От первого мужа. Это тоже правдивая история. Так что, дальше. Еще хотела сказать, что, ну, вот вспоминаю иногда, когда вижу старые фотографии, какой был раньше девиз, да, у нас. «Ленин, партия, народ». Тут он быстро перешел в селедка, водка, анекдот. Потому что собирались все, ну, русскоговорящие. Мы из старого Советского Союза кушали селедку, картошечку и рассказывали другой анекдот. И подружка ей живет в Нью-Йорке, знала их 200. Я помню, два с половиной. Такого вот плана. Было еще пару моментов, когда я пришла на день рождения, приличный в американскую семью. Детский день рождения, сирку, пицца, чаки, чиз. И спросила их, можно ли мне в порк. Хотя я на самом деле искала форк. Ну, просто, знаете, как слова забылись. Ну, это, допустим, еще полбеды. Привыкали, конечно, сбывались какие-то мечты. Начали ощущать больше женскую дружбу. Я уже когда-то рассказывала кому-то, что люди не верят в женскую дружбу. А я очень верю. Потому что я с детства что-то одолживала подругам. Особенно в Америке. Начиналось с помады, сумочка, сережки. Но одно я одолжила мужа. Она не вернула его. Ну, неважно. Есть какой-то... Ну, слушай, к бенефиту она теперь делает мой фейшел. Так что все, all good. Годы прошли, но это... Опять же, вам правдивая? Мне сказали правдивые истории. А ты это платишь или муж расплатишь? Нет, я плачу, но мне дают family discount. It's true. Опять же, ничего не придумано. Должна вам сказать, что муж мой здесь живет вообще 42 года. И тоже из Одессы, а мы почти как динозавры. Не то, что я говорю, что плохо, что нет Одессы, но нас мало, мы как динозавры. Муж не ездил в Одессу очень много лет. 25. И когда я его наконец-то привезла в Одессу первый раз, он пришел на пляж в тапочках, хороших, новые были. Недорогие, долларов 40. Он тоже ушел в тапочках, но в других. Он так и очень переживал. Он сказал его первые слова, как у настоящего одессита, хотя он много лет был в Америке. Он сказал, интересно, я-то в них влез, а вот как этот человек в них залез, потому что тапочки были на три размера больше. Были такие как бы истории. Ну, про свои тапочки я скажу вам просто. Эта дочка мне напомнила, 5 лет на моем 50-летии, и рассказала всем моим друзьям. Оказывается, я хожу в тапочках по дому, но до того, как я захожу в спальню, я их снимаю. Ну, в общем, anyway, так что бывает такое. Хотела сказать, сейчас посмотрю еще, что не забыла, знаю. Чем меня удивляла Америка? Сначала коммершиалс, потому что у нас не было же вот этих всех, что рекламировали какую-то жвачку, или потом всеми этими электронной почтами. Мне постоянно до сих пор предлагают увеличить мой фаллический предмет. У меня его вообще нету. Или японскую, или азиатскую женщину. Мне даже как-то обидно предлагать и всех подряд. Но вот постоянно приходят такие имейл. А сейчас что стало модным? Сейчас модно уколоться. Причем везде можно уколоть лицо, можно, если нога болит, ногу. Если даже ты хочешь похудеть, тоже уже нужно уколоться. Ну, вот так вот. Такого плана. Думаю, что я хотела закончить вам просто своей очень маленькой, коротенькой песенкой, только потому, что она не только связана с Одессой, она связана с птицами. Я ее люблю, я уже один раз ее здесь исполняла, но не прямо здесь. Это у нас была улица Пушкинская, то есть она и есть, которая вела к вокзалу, и там очень много птиц было, которые постоянно на тебя, тебе падало что-то на плечо. И здесь такое бывает тоже. Поэтому к этому можно сказать, что, ну, пожелаем птицам всего хорошего. Мне упало что-то на ладошку, и я себя спросил, чего вдруг так? Так, сверху мне сказали понемножку, удобряем землю мы чудак, будет у деревьев больше кроны, будет девам людям отдыхать. Нечего винить себе ворону, нечего ладошку подставлять. Видно, так заведено природой, и я в душе коров благословлял. Ну, если бы летали твари эти, я бы ничего уж не сказал. Эту песню-то много лет назад сочинили мой друг, и я ему помогла. Еще раз ваше аплодисменты, Оля, ваше классное. Как вы уже поняли, что так как Оля закончила свое выступление на музыкальной ноте, то мы должны как бы в масть идти. И следующий наш музыкальный стендапист, итак, внимание на сцену, мой друг Лёва Фрайман. О, слушайте, итак. Ай, тут тебя тут скипидары-то купал. О, скипидар. Медиатор, чувак. Не скипидар. Скипидар это мать. У нас здесь формацифты, они могут рассказать. О, спасибо. И расскажут про уколы. Не, я на самом деле думал, что Андрей чуть больше расскажет вообще о Камине. Я расскажу немножко, да, что в принципе, то, что опять же неформально, помните, да, я говорил, что у нас все такое сегодня спокойненькое. Вот. Все началось больше 20 лет назад. У нас здесь были КВНы, мы были молодые, у нас было куча времени, мы куча репетировали, ну, как репетировали. Вы понимаете. You're good, I had you made it. Thank you. Good. Okay. Мы, в общем, да, репетировали, потом мы делали разные стендапы, которые были на самом деле не стендапами. Тогда мы называли это стендапом, но это все было такое вот, больше КВН, сколько отрепетированное. И потом, когда же стендап начал вот сейчас появляться последние 5-6 лет, да, такие, ну, на русском языке, где можно смотреть, и ты такой, а-а-а, так тоже можно было. В общем, и вот, как бы это очень здорово, когда получается, но это безумно сложно, на самом деле, стендап, это вот очень тяжело. И, собственно, с Андреем мы несколько лет ничего не делали уже, вот такого рода, потому что, ну, был ковид, скажем так, да, то есть последний раз 8-го марта 22-го, кто был, кстати, тогда 22-го, давайте, вы аплодируете себе, друзья, давайте, да, и мы-то никто не завалял, кстати, это тоже было очень... вот. Так вот, я обычно, в общем, да, Чукчин не писатель, я, у меня как бы всегда очень сложно, ну, вот, придумываются шутки, это не мое, но песня у меня иногда получается просто вот, идея зацепиться, у меня она появилась, получилось не, как бы, по теме добро пожаловать, а добро пожаловаться, я хочу пожаловать с вами, потому что, ну, друзья, живем в таком темпе, диким, на самом деле, и вот то, что сейчас происходит с AI, кто не знает, да, что-то слышали про AI, в общем, это немножко настораживает, и я сейчас, как бы, в своей жизни пытаюсь очень много придумать, как использовать AI, вот, чтобы, ну, кроме работы, на работе, это просто я не имею права это делать, пока что, но, как бы, интересно, что же мы, есть какие-нибудь интересные приложения AI, которые вы слышали недавно? Детям, что делать, ну, детям уроки, колледж, ну, это, это, это детский сад, как еще? Я пишу книгу сейчас, книгу, книгу можно написать, да, так вот, друзья, и вам повезло, для вас песня, написанная, значит, интеллектом. Я хотел бы написать для вас песню, чтобы спеть ее вам тут красиво, получалось все неинтересно, и тогда поступил я лениво, А.И., А.И., напиши мне песню, А.И., А.И., обо всем ты знаешь на свете, А.И., мне хороших подай, А.И., 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 можете потом подпевать, там слова не особо меняются, Ну, а тут начальник с работы, где доклад с недельным отчетом, было мне его писать неохота, зачем напрягаться вообще на А.И., А.И., напиши отчет мне, А.И., А.И., так, чтобы много денег мне дали, А.И., интеллектом ты посверкай, А.И., 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 Тут у друга опять день рождения, Нужно срочно писать мне открытку, Нет ни времени, ни вдохновения, Ручку взять хуже, чем пытка, А.И., Подпиши открытку, А.И., А.И., Чтобы было другу приятно, А.И., Только чур меня ты не сдай, А.И., 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 Догадался, друг, И меня сократили, А.И. 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 Ой, тронуться можно башкой, ой-ой, эй-эй, яй-яй. АПЛОДИСМЕНТЫ О, отлично. Сейчас поет. Не, я не стою, я... Друзья, следующая участница, это, ну, собственно, немножко вспомнить тему приезда в Америку. Это человек, из-за которого я попал в Молов Америка в первый раз. Значит, да, мы приехали в 98-м году, и Юля взяла нас, и мы поехали в Молов Америка. И это был, конечно, просто колоссальный какой-то... Ну, я приехал в 98-м году, я никогда не видел таких, как бы, вот, каких-то крытых помещений. Вот, и, как бы, очень рад, что мы продолжаем поддерживать отношения дружеские. И я знаю, что Юля очень пишет, она любит писать, она очень пишет хорошую поэзию. Я подумал, слушаю, Юля, ну, давай попробуем в другом жанре. И она говорит, ну, Лёва, ну, как бы, это не мой жанр, вот. Но я говорю, ты сможешь. И я очень рад, что мы смогли ее сюда затащить. Давайте ее всячески поддерживаем и приветствуем Юлию Альбельевну. Я, честно говоря, была недавно в Молубомире. И я вам скажу, ребята, самый плохой день туда пойти, это когда заканчивается Рамадан. Потому что там была вся сомалийская комьюнити. И это невозможно было покататься ни на каких горках. Это было ужасно. Мы простояли в очереди целый час и прокатились только на карусели. Очень грустно было. Вот, так что это единственный день. А так, мол, в Америке это очень классная вещь. У меня шпаргалка. Буду читать. Сегодня я хочу поделиться с вами историями из жизни новых эмигрантов. Из серии «Нарочно не придумаешь». И первый рассказ будет про моего друга Юру. Юра был из интеллигентной семьи, инженер. Но по приезду в Америку ему пришлось поработать посудомойщиком в ресторане. Юра был высокий, лысый и говорил на ужасном английском языке со страшным русским акцентом. Для молодых студенток-официанток Юра был экзотикой. И эти молоденькие официантки бегали по очереди на него посмотреть. Когда мимо него пробегала одна из них, Юра случайно повернулся и случайно ее толкнул. Так как Юра был из интеллигентной семьи, он сразу решил извиниться. И из его уст выскочила «excite me». Юра был из интеллигентной семьи. Как-то к нему на работу пришел его друг и румейт Петя. Еще раз напомню, Юра был из интеллигентной семьи. А в интеллигентных семьях принято своих друзей и румейтов представлять своим сотрудникам. Юра представил своего друга так. This is my mushroom, Петя. Эмик. Эмик – это мой троюродный брат. Эмика с семьей я встречала в аэропорту и везла в их новую жизнь. Эмик был программистом и неплохо говорил по-английски. Вот я везу своих родственников в их новую квартиру и по дороге пытаюсь работать гидом. Посмотрите направо, посмотрите налево. Новоприбывшие послушно смотрят по сторонам. Вдруг Эмик меняется в лице и спрашивает, а что там продают? Я говорю, где? Он говорит, ну, там написано «Бодишоп». О, мой дядя. Сначала я вам задам загадку. Кто первый отгадает, получит приз. Отгадайте, кем в Киеве работал мой дядя. На уроке ESL задание было рассказать о себе ESL English Second Language. Никто не знает. Кто кем был в прошлой жизни. Рассказ моего дяди начинался так. «I was lover». Ну, какие-нибудь идеи есть? Лоя, лоя. Лоя. Да, получаешь приз. О, зачем? Мой дядя действительно был лояр, но вы ESL его обожали не за это. Это же было. Это был лояр. Это был лояр. Да. Дядя всегда попадал во всякие разные истории в магазинах. Обычно из-за моей тети. Иногда просто так. Как-то дядя и тетя пошли в аптеку. Тетя точно знала, что ей нужно и куда нужно идти. И пока мой дядя рассматривал стеллажи, тетя исчезла из виду. И вот он ходит по магазину и ищет свою жену. К нему подходит работник магазина, вежливо спрашивает. How may I help you? На что дядя отвечает? I'm looking for a wife. Продавец удивленно говорит и вежливо ответил. I can't help you. Как-то тетя послала дядю в продуктовый магазин купить цыпленка. Как будет цыпленок по-английски, дядя не знал, но он знал слово chicken. Вот он заходит в магазин, ходит между рядами, никак не может найти цыпленка. К нему подходит опять работник магазина и опять вежливо спрашивает. How may I help you? На что дядя говорит? I need chicken child. Продавец поднимает брови домиком и говорит eggs. Дядя говорит no. No eggs. Дядя объясняет. Chicken mama, chicken papa, chicken child. Я не знаю, купил ли он тогда цыпленка. Еще раз в продуктовом. Тетя... Такое впечатление, что тетя специально давала дяде непосильные задачи, отправляя его в магазин. В этот раз тетя попросила купить говяжий язык. Вот дядя заходит в магазин, как всегда не может ничего найти. К нему, как всегда, подходит работник магазина и, как всегда, вежливо спрашивает. How may I help you? На что... I need cow's language. Работник магазина. Му. Му. В хозяйственном. Как-то дяде понадобилось купить крючок, чтобы прикрепить на стенку. Заходит мой дядя в хозяйственный магазин Минард. Ходит-ходит между рядами. Как всегда, не может ничего найти. К нему подходит работница Минардса и вежливо спрашивает. How may I help you? Дядя уверенно отвечает. I need a hooker. Работница Минардса. Why? Why? Дядя без смущения объясняет. То скроет, то за волн. Работница вызвала секьюрс. Очень смешно. Давайте еще раз поаплодируем. Я к сегу учусь каждый день. Я вот теперь научился. Вместо того, чтобы рассказывать о себе истории, можно придумать дядю. Очень удобный ход, мне кажется. Вот. Ну нет, ну а такое не выдумаешь. Я почему-то подумал, вместо скроет, а не то nail her, но whatever. Мне кажется, то же самое. Вот. Ребята, ну давайте поаплодируем себе, что мы тут сидим. Это вообще выше, на данный момент это все пока выше моих ожиданий. Потому что когда мы с Левой это все выпустили, купили, никто не покупал билеты, никто не регистрировался. Я думаю, Лева звонит, говорит, слушай, давай отменим. Нету ни выступающих, нету ни... Лева звонил же, да? Да. Он звонил, говорит, все, Андрюха, давай отменяй. Лева всегда предлагал даться. Да. Вот. Я говорю, да не, нормально. Он говорит, ладно. И если что, я просто принесу гитару, мы нажремся и будем орать песни Цоя. Я говорю, хороший план. Ну, это на втором отделении, может быть, зайдет. Вот. Друзья, а давайте под ваши аплодисменты пригласим нашего следующего участника, Артур Иванов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Действительно, вас не видно никого. Это ж хорошо. Не видно? И не слышно, да? Я сначала не поверил. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, сразу предупреждаю, я с ребенком, поэтому пить мне нельзя. И я еще трезво и ни разу не шутил в своей жизни. Кто ездил на кэмп, те знают. Если не стоит, то и не стоит. Ну, как-нибудь я справлюсь, мне тоже надо пахнуть. Ну, там надо руками. Я человек не молодой, но готовиться надо. О, сейчас тоже никого нет. Кстати, когда ходил там наверху в баре, слышал кто-то говорит, да ты что, это нормальные люди, но кому-то другому не помню. Кто из вас говорит, они смеются. Нормальные люди, они такими шутками смеяться не будут. А че есть, таких здесь нет. Ну, наверное, принято как-то рассказать немножко о себе и представиться. Я подготовил... Я не знаю, может, лучше без микрофона рассказывать, как дурак, а ради можно. Не получается. Я подготовил небольшой спич. С чего начну. А можно, вот поднимите, хоть я и плохо вижу. А есть вот прям вообще, по идее, должны быть свежие мигранты, то есть, чтобы вовлечь в комьюнити... Вот план был, да, Андрей? Да. Вот поднимите руку, кто-нибудь себя считает кто-нибудь. Ну, добро пожаловать. Раз вы еще не убежали отсюда, значит заходите. Меня на самом деле зовут Артур, и моя фамилия на самом деле Трифонов, а не Иванов. Я просто ломаю систему. Там на Одноклассниках, Петров, на Фейсбуке Иванов. Ну, короче, где поймают, там Иванов. И, насколько, если я могу, конечно, ошибаться, но, кажется, говорили, что здесь не все русскоговорящие преимущественно. Поэтому я с дуру решил немножко поговорить на своем замечательном английском. Есть такой актер, если знаете, Радни Денджерфилл. Ну, у него уже нет, он уже умер, но вот он играл Back to School. Вы однажды спросили про его детство, вот прям про меня, ну, почти. I grew up in very poor Russian family in Moscow. It's very hard to explain how poor my family was. Let me put it this way. My family was that poor that if I wouldn't be a boy, I had nothing to play with. See? American word. That's the speech. I guess we want. You can say... You can't grab it. No, ничего, я сейчас... I don't understand. Oh, okay. My name is Arthur Tifanoff. I am, I am an alcoholic. Sorry, it's wrong, спич. Не готов. А вот, вот, да, все, нашел, нашел. Так. Ну, я уже, вот, все, спич, я все, я нашел. Значит, я приехал в Америку давным-давно, первый раз, по-моему, в 93-м году, и сразу приехал в Нью-Йорк. И, в общем, у нас ограничено время, так бы я вам рассказал, как я добирался из Нью-Йорка на машине, которую купил из наличной в Нью-Йорке, до Мэдисона Вискансена. Имея словарный запас, пять слов, клянусь, не обманываю, пять слов. Yep, nope, fuck, exactly, and opportunity. Те друзья, которые меня знают, американцы, они говорят, о чем вы, достаточно? Я вам скажу честно, за, там, пару лет спустя, когда я подучил немножко, те же самые друзья говорили, блядь, лучше бы ты не учил. Тебя понимать еще сложнее стало. Но мне повезло все равно больше, чем моему другу, потому что он, когда приехал, знал всего одно слово и одну фразу. Слово было Auf Wiedersehen на фразе «Янки, гоу хоу». Трус той. Трус той. Так, ну это я уже рассказал. Видите, я что-то помню даже. А, а вот у вас, скажите, друзья, пожалуйста, ну, и не другие, а вот у вас не было такого, вот я помню, что меня постоянно поначалу называли, говорили мне, что я плохой. Вам никто никогда не говорил, что вы плохой? Нет. А вот мне постоянно, то есть, например, ну, надо быть вежливым, и вот что-нибудь мне доброе дело сделали, я говорю, спасибо, а мне говорят, ёбэ. Что-то, ну, блядь, почему я плохой? Вот, мне, кстати, я вынужден сказать, вот Юлечка меня на это напомнила мне историю, я как бы не хотел ее рассказывать, в смысле, я ее не помнил. Ну, можно я быстренько расскажу, там, для займу лишнюю минуту. Когда-то, очень давно, к моему другу приехал брат родной. Он никогда не был в Америке, но он говорил по-английски. И мы по пьяни послали его в Макдональдс купить гамбургеров и картошки. Он гамбургер фринос, картошку нет. Мы говорим, ну, почему? Он говорит, ну, прошу, блядь, продайте картошку фри. Он говорит, нет. Я, клянусь, честное слово, правда. Спасибо, что смеетесь, а то я подумал, дропы нормально. Так, ну, я уже сказал, по-плохой, да? Сейчас еще что-то у меня тут было. А, ну, это может быть только москвичи, я знаю, здесь есть некоторые люди, которые жили в Москве, там, недолго. Не было у вас такого, мне просто интересно, один я такой или нет. То есть меня очень как-то сильно раньше тоже вот настораживал, когда тебе там говорят, там, «Эй, хеллоу», хочешь сказать, да, сам-то хеллоу, иди, что-то другое. Мой сын сказал, что не сработает плохо. Надо было выпить все-таки, Данил, зря ты меня остановил-то, я волнуюсь. Пообещал сыну не пить при нем. А, вот, хорошо, что не сдался раньше времени. А вот скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь может назвать так вот навскидку преимущественно, преимущество то, что English Second Language у вас? Ну вот, должно же быть хоть какое-то, мы должны сами себе придумать преимущество, что English Second Language. Я, да хоть пять, какая разница, лиц, ты же это сказал, да? Я нашел офигенные вещи, то есть где-нибудь говоришь там, «фак!» И такой раз, «Ой, I'm sorry, 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 I'm sorry. Работает вообще классно. Кстати, вот только что, вот кто знает, в Америке возраст, спрашиваете женщины, это тоже некультурно, как в Советском Союзе? Тоже, да? Да, точно. Ну я вот точно этого не знал до сегодняшнего дня, но подозревал. Поэтому у пожилых американок я спрашиваю, «How young are you?» Ну это я делаю видом. Не скажу. А, вот еще у меня есть вопрос для работы с залом. Я еще, у меня, Андрей, как вы, я за временем-то не слежу? У-у-у! Ёлки просто, ну ладно. Сейчас, сейчас, сейчас. А вот скажите, а было, ну блин, очень хочется, давайте еще пару минут займут. А скажите, пожалуйста, вот, были, есть из вас те, кто приехали, там, эмигрировали, или как-то временно приехали, там, побыли годик, там, или поменьше, и уже став иностранцами, вернулись домой. Есть, были такие? Конечно, да. Ну не через 7 лет, а вот. Ну через пару лет просто визы поехали назад, да. Ну кто как, главное появилось там, да? Да, да. Они визы. Вот, и, вот не было у вас такого, что вы же теперь иностранцы? Ну, надо же говорить по-русски с акцентом. Да. Привет. Ну, мне сказали, что у меня ужасный английский акцент. Привет, друзья. Через 10 лет. Ну через 10, я говорю, через полгода или год. Привет, друзья. Очень рад быть здесь. Так сложно говорить по-русски. Ну что, когда поедем, как это, забыл, бухать? Я просто думал, может я один такой дебил? Может быть. А может и нет. А, ну вот, ладно, последний вопрос, и избавлю вас от своего замечательного английского. А, друзья, вот скажите, например, ну вспоминайте, когда вы приехали, кто особо не говорил по-английски, и вот прошло какое-то время, но кто-то быстро выучил, кто-то не очень, кто-то до сих пор не выучил, как я. И, а как узнать, вот достаточно хорошо ты говоришь по-английски, чтобы чувствовать себя лучше или нет? Есть варианты у кого-нибудь? Достаточно для чего? Ну, чтобы чувствовать себя лучше вообще. Ну вот я, например, когда, я сейчас объясню, прошу прощения, что перебиваю. Я, помните, я сказал, я приехал в Мэдисон-Висканск, там русских, ну, не было тогда. А сейчас? Сейчас много. Есть. Вот. Там даже русский магазин есть. И ресторан. Да, и ресторан, ну. Да. Ой, я не знал. Посетим в следующий раз. Вот. И я просто, помните, пять слов, я же не обманывал, никогда английский не учил. Я решил русский просто вот, ну, отставить, даже родителям звонил очень редко, и учил английский погрузить в себя в среду. А как узнать, когда можно там русскую музыку слушать, русские книги читать, ну, вообще общаться там, я не знаю. Вот как узнать, когда, ой, английский, хороший. Когда шутить, значит, да. Когда шутки понимаешь. Ну, вот, кто-то говорит там, когда спят. Когда начинаешь на нем думать. Во, Воба твой, как раз хотел, вот, это то, что я хотел промемлить, я буду четко очень выразить. А так многие говорят. Друг, короче, мне сказал. Он говорит, вот ты, вот ты, долбоеб. Это же очень просто. Я говорю, да, и как? Он говорит, и американцы продолжают говорить. You're English is great. И я понял, что мне еще рано говорить. Спасибо огромное. Андрюш, подержи, что ты стоял. Помогите, я вам подержу. У нас есть для этого второе отделение. Будем друг друга держать. Ну, считайте. Да, мастурбатор остался. Классно. Еще раз аплодисменты Артуру. Артуру Сидорову. Петрову. В зависимости от ситуации, да. В общем, друзья, я честно, я вам говорил, что мы материал не читали. Но мы также материал не видели. И все, что сейчас будет происходить на этой сцене, мы не только не читали, но и не видели. Давайте все вместе пригласим на сцену. Юля, твой выход. Ну, в общем-то, да. Он страшен. Ну, я слышала ее материал на ушках. На ушках. Юля, надо слушать. Я надо смотреть. У нее была космическая грудь, и она мне все уже стала на ушках. Юля, у тебя все на том стало. Не переживай. Если вы ничего не понимаете, то просто смотрите. Сейчас, я на всякий случай. Меня зовут Юля. Меня зовут Юля. У меня больших талантов нет. Я не умею петь. Я не умею, я не умею, я не умею, я не умею, я не помею, я не играю на гитаре. Но у меня есть маленькие таланты. Я умею вкусно готовить, и я умею говорить о сексе, как о погоде. В Америке я с 96-го года, и, как сказал Артур, по поводу, я думаю по-английски, а говорю на нем еще очень плохо. Но говорить я буду по-английски, извините. Do we have any married people here? Nice. Nice. Okay, you. Great. Do we have any single people? That's it? Yeah, 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 yeah. Oh, shut up. So, I am obviously married for about 20 years soon. Yeah, I, no one is applauding. Okay, fine. Okay, fine. Well, all my conservative mother told me, Russian conservative mother, that a man goes on top, and the woman goes on the bottom. So, for two years, we slept in bunk beds. But eventually, we figured it out. We have a 16-year-old and a 13-year-old, and we haven't had sex for about 13 years now. Like, 80 married people with children. It's a joke. It's a joke. You're in the comedy, right? Yep. So, despite this introduction to marriage, my good friend decided to get married. Yeah, I told her. And she also decided to have a nutty bachelorette party. And, of course, she invited me to go adult tour shopping with her. So, you know how they tell you, you're supposed to eat before you go grocery shopping? Mm-hmm. Yeah. Yeah, we didn't. So, we needed a big shopping cart. Large. And even the average, the 5.5-inch section looked appetizing to us. But, I'm a romantic. I'm a big romantic. I'm still waiting for a date without children. Or dinner. And, you know, if my husband is going to show up at the door with a flashlight and anal beads, I'm going to ask what the flashlight is for. Oh, do we have any people here who ever gotten, like, sex toy as a present for their birthday? Yeah. Yeah. Yeah, okay. So, you know, like, one or two would be kind of funny, don't you think so? Yeah. You know how many I got my last birthday? I got 12. Wow. So, I was thinking, you know, do my friends think that I'm, like, double, triple, Timmy myself every day, you know? Is that what they think of me, you know? Or maybe, you know, they, like, let's see. Or maybe they're just making sure I'm satisfied so I don't, you know, offend their husbands, you know? All right, let's see. So now, because of all this artillery that I have at home, I started thinking, you know, God forbid I die in the middle of my sleep. You know, because who's going to attend to my nightstand? Because I don't want my parents or my husband to see it, you know? I don't want them to have a heart attack because I still have to raise my children, you know? So, um, so I decided, you know, Victoria, you're my friend almost for 30 years. You're going to have a key to my nightstand. Okay. You know, while you're clearing it out, make sure you raise all my messages, okay? Okay. Okay, great. I'll do them very well. You can keep them, honey. Just sterilize them really well. I recently traveled to Puerto Vallarta, Mexico. Yeah. By myself. Well, without the kids, without the husband, without the dad, I have a couple of girlfriends, you know, I can handle that. You know, the weather in Puerto Vallarta are fantastic. The scenery is beautiful. The men are hot. So, as a self-respecting married woman, I had to bring some of those birthday gifts with me. Yeah, and I happen to put them in my backpack because nowadays, if you have any extra weight in your luggage, they're going to charge you for it. So, you put all your heavy items in your backpack, okay? So, and of course, I got stopped by a security guy. He looked very inexperienced in the security department, twice, and women inexperienced, too. Very young. So, he asked a question. Actually, at that moment, I kind of forgot what I have in my backpack, but he asked me, he said, do you have any battery-operated devices? And I kind of remembered what I have, and I go, yeah, I do. You know, I do. I have a phone right over here. He said, please put them right over here. Okay. I have a Kindle. I read right over here. Okay. I have a speaker. I like music. Right over here, please. And then, he's like, anything else? Yeah. Toys. He's kind of looking around. You know, he's not seeing any children. I do look like I might have children, but I didn't have any with me. So, he is the one who asked the question. After like a second of silence, he's like, what kind of toys? And I didn't have it in me. I couldn't light the security, you know. So, I said, Adoptos. And there, this inexperienced young guy, freshly shaved face, you know, white skin. I could see their redness coming right there, like a, you know, like a red lipstick on him, you know. And, he's quiet. He's quiet, and, you know, I pick up myself and I say, okay, should I get them out? He's like, uh-uh. Do not. Take them out. Do not put them over here. Like, okay. So, next time, if I have to transport a quarter pound of cocaine, I know where to put it. Alright, let me see, because this story I knew, it's a real one, actually. Let me find the other one, one second. Do we have time? Yes, yes. Oh, you're not timing me. Okay, I'm just gonna go on. Do you remember the start of pandemic? Yes. Yeah, yeah. I mean, right after the, our last, you know, coming. So, we had, we had all these deficits, kind of like on the Soviet, you know, Soviet days. We didn't have toilet paper, we didn't have Clorax, we didn't have any masks or gloves, and some other things, like some food, you know. But, you know what else we didn't have? We had deficit of sex toys. and how do I know? And my favorite one broke, right about that time, okay? So, I went to Amazon, do 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 do, out of stock. I'm like, damn. Okay, well, let's try a different one. Do 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 do, out of stock. Oh my God. I'm gonna try with this different one. Out of stock. Like that. So, everyone is so scared to be by themselves. They're buying all the sex toys. Perverts. My God. You can't use. No, no, not my thing, you know, not my thing. You can't use me. You can't use me. Have you ever, have you ever thought how they name those sex toys? You know, they always have like this super duper name for them. Like, you know, if the caterpillar doesn't work, you get a butterfly. And, you know, if all the Casanovas fail, you go for the womanizer. Okay? The other one is the Hitachi. Hitachi, that's the brand. magic wand. But the toy is called magic wand. So, if nothing else works, no toys ever work, get her magic wand. Because, because, it takes magic to give woman orgasms. Well, thank you for your time. I would like to talk to you Okay, let's go back to reality. Come on. Я хотел бы, во-первых, попросить Лёву, включи, пожалуйста, нам таймер. Вы сейчас поймёте, зачем. Yeah, perfect. This is good. Дело в том, что следующий участник, который мы очень любим, особенно когда он сидит в зале и снимает всё. Когда он выходит на сцену, то мы вот заранее включили таймер уже. Вот, даже моё время уже идёт в его время. Виталий, ты готов показать нам то, что... А, я вам расскажу небольшую историю. Давай таймер сейчас. Значит, мы на самом деле завели чат вчера. Вчера мы завели чат всех участников. Ну, в Фейсбуке сидим там. Это реальная история. Сидим там, болтаем, кто то, кто сё. И тут, значит, ну, мы обсуждаем вещи. И тут Виталик, значит, пишет мне. О, я тоже хочу выступить. Я говорю, ты написал материал, у тебя есть с чем выступить? Он говорит, нет. Хорошо, я тебя включу в участников. Вот. И, значит, у нас так вялая шла переписка туда-сюда. Вообще ничего. Ну, как-то, знаешь, всё по делу было. Всё по делу. Пока не присоединился Виталик. Тут начался такой трэш. Я говорю, Виталик, все ему говорят, Виталик, заткнись уже, иди материал писать. У тебя есть материал? Нет, у меня нет материала, я ещё муза. Юля такая говорит, а вот я буду твоей музой на сцене. Он говорит, мне нужна муза не на сцене, приезжай ко мне. Короче, тут Оля говорит, да все, вы заткнись, я работаю вообще. Вы отвлекаете. Да, мы такие сегодня в 4 часа пишем, Виталик, ты готов? Он такой, нет, я ещё материал дописываю. Ну и так, внимание, друзья, Виталик Адасонов. С материалом, который он дописал за вечер. Привет всем. Говорили, тут холодно будет, а кажется, тут жарко у вас. Жарище прям какое-то. Все у меня спрашивают, Катасонов, ты вообще работаешь? Я говорю, честно говоря, нет. Ну а шучу. Кто прибыл в Америку как айтишник? Есть такие? Значит, вам будет интересно послушать мою историю. Я даже сдул пыт со своего резюме, распечатал, как всё происходило. Я вас погружу в атмосферу 90-х, 2000-х. Был конец 90-х. Собок развалился. Я в этом не виноват. Железный занавес рухнул, и все мои друзья с универа начали сваливать кто куда. Старшекурсник, написавший игру с бегущим пингвином для быка, тоже свалил. Он был моим кумиром. Это было последней каплей, когда я заканчивал универ. Сначала свалили те, кто сумел доказать, что они евреи. Потом немцы. Потом все, кто сумел распечатать, что они евреи. Ну, у кого был доступ к цветному принтеру. Потом айтишники. Айтишники до сих пор сваливают. Чувак, что жил со мной в общежитии, нормально так дружили. На пятом курсе он мне сказал однажды, что он немец. Я не поверил. Он достал свой паспорт из-под подушки и показал мне. Все пять лет, оказывается, я жил с немцем. Сейчас он в Симонс работает. После этого я клал свой паспорт под подушку много раз. Утром просыпался, смотрел, смотрел. Ты даже немец. Не немец. Однажды бывший однокурсник прислал мне письмо из Чикаго с красивым стеклянным зданием. Здесь наш офис, написал он. Владелец, кореец М. Джи Ким. Вечером быстро я написал письмо этому Ким Чирмэну, мол, так и так. Хочу свалить отсюда. Не, шучу, я не так написал. Мне очень понравилась ваша компания, особенно это здание. Я хочу у вас работать. Кореец мне устроил интервью по телефону. Я разговаривал со смеющимся веселым Робертом. Это его там HR. А мой ломанный английский не помешал ему сказать в конце, что мы тебе даем оффер. Это было практически все, что я понял с того интервью. Я был вне себе от счастья. Через месяц прислали по почте какие-то бумаги. И я помчался в американский консулат. Такой, на радостях. Посмотрев все эти бумаги, мне сказали, что работник Макдональдса зарабатывает больше. Кинули мне в рожу весь пакет с документами и влепили отказ. Я пишу об этом этому Ким Эрсену, что, мол, так и так зарплата в 35 тысяч по этой индустрии очень маленькая. Давай больше. Он мне, не, нифига. В индустрии 40 тысяч это нормально в среднем по штатам. Допускается даже 10% занижение. Я бегу с этими словами в консулат. Опять. Пошел нахуй, сказали мне. И во второй раз отказ, хлопнув дверью, кинули мне пакет. С двумя отказами я уныло брел по улицам Москвы, понимая, что штаты мне уже не светят. Вечером я отписал этому корейскому диктатору все, что о нем думаю. И выразил сомнения о продолжении нашей дружбы бездубратскими народами. В ответ он мне прислал большой пакет, какую-то статистику, выписки законов, что-то про то, как дотком индустрии нуждаются у специалистов и другие пролетарские лозунги. Запихнул все это в портфель. Третий раз не пидорас. Да и чем я рискую, подумал я. И пошел в консулат. На меня посмотрели, явились в такой наглости. И поставили визу рабочую на три года. Компания, которая меня наняла, называлась Vision Technology. Ни к Vision, ни к Technology она отношения не имела. Это был обычный бодишоп. Но там, где тебя продают, знаете. Маме не знаю, даде к тебе на хак. Этой бодишоп, я делаю что-то на хак. Это напоминает мне то, что со мной там делали. Или Компания занимала маленький офис на шестом этаже. Тот самый Роберт встретил меня утром. Он уже не был таким добрым, как казался по телефону. Он говорил грозно, глядя мне в глаза. А, завтра у тебя интервью с нашим клиентом. Этнигроссер.ком Они продают индусскую еду через интернет. Don't you dare screw it up. По его жесткому взгляду я вдруг понял, что я обычная IT-проститутка. Утром я был одет в этот советский пиджачок и галстук. И я иду такая вся, дольщик, кабана. Я приезжаю в Чикаго, в Донтаун. Этнигроссер занимала два этажа в самом центре Чикаго. Меня любезно провели на интервью. Мои колени дрожали, руки тряслись. Скрипнула дверь, как в сказке. За столом сидел молодой специалист. Заходи. По-русски говоришь? Да, ответил я. Водку пьешь? Да. Принят. Это был администратор баз данных Гоша. Он проводил интервью уже несколько дней и уже задолбался от индусского акцента. И увидев, наконец, русского, простого, автоматически меня нанял. Бухали мы всю ночь, отмечая мое трудоустройство. По пьяни меня определили жить с тремя индусами. В студию. Это такая спальня, совмещенная с кухней и туалетом, если вы знаете. Когда они готовили курицу с перцем, дым редкий разрядал мне глаза. В нашем многоэтажном доме срабатывала пожарная сигнализация. Я это все терпел. Ванна была черная из-за каких-то смазок. Я боялся туда заходить. В общем, с ними было жить весело, но страшно. В резюме я безбасчетно врал, что я умею писать и веб-сайт, и знакомство с ESP, и SQL, и другие всякие джава-скрипты. Но от меня никто этого не требовал. По-моему, я был один из первых, кто открыл это письмо в офисе. И парализовал работу всей компании на несколько дней. Было прикольно смотреть, как в ответ на одно письмо приходят сотни других, потом еще сотни, потом еще, и твой компьютер медленно затухает под напором любви. И после этого чувство его ничто не могло привести. Весь IT-департмент был на ушах. Но нам прощали все. Люди не нанимали все больше и больше. Дотком разбухал. Мы с Гошей тупо пьянствовали. Но в начале марта двухтысячных весь дотком рухнул. Я был не виноват. Компанию даже пытались спешно продать. Джефф Безос прилетал смотреть на своем частном самолете. Но увидев наши рожи, так и улетел, не купив. В итоге офис закрыли и всех уволили. Было ощущение, что географ пропил глобусу. Гоша был последним, кто распродавал сервера с SQL базами данных на крыльсте. Он еще долго приносил со склада этни-грошер еду. И мы, не чокаясь, пили за упокой доткома. Я сидел без работы уже месяц. Нарастало напряжение. Корейский лидер говорил, что у него нет денег на мое содержание. В воздухе запахло репортериации в Россию. Если бы я не взял инициативу в свои руки. Я написал друзьям, что ищу работу. Мне ответил давний знакомый из Миннесоты. Я подумал, Миннесота, где это? Пытаюсь найти ее на карте. Он мне написал, что в Аватоне есть трехмесячный контракт. Надо перевести на русский матерный интерфейс для автомобильных инструментов. Моих знаний вроде должно хватить. Я был неслыханно рад подвернувшейся работе. И мой корейский лидер-сутенер тут же меня отправил в командировку в эту Миннесоту. Аватона оказалась обычным мухосранском, но с красивым названием. Но после Чикаго выглядело унилым говном. Я снял комнатушку в частном доме с помесячной оплатой. Из страшного темного подвала в том же доме я притащил стоявший там саный матрас. Быт был обустроен. Правда, кухня опять была совмещена с туалетом. Ну да ничего, зато удобно. На работе я познакомился с канадским хоккеистом. Его наняли как специалиста по базам данных. На работу он приходил практически во всем хоккейном обмагировании. И часто выезжал на лед прямо после работы. Бухать с ним, заедая кюмбекским путиным, было единственное развлечение. И я мечтал вернуться в Чикаго. Сдав досрочно проект, я остался отметить и отдохнуть. Интернета дома не было. Поэтому я задержался на работе. Вот и меня вызывает менеджер. На большом листе формата А2. Были красные, что спечатали все эти писки, которые я вчера смотрел. На цветном, блядь, принтере. Вопрощающий он меня посмотрел. Это я для себя, не для себя, для друга загружал. Рубкой я что-то промазал. Меня в тот же день уволили. Моего канадского друга почему-то тоже. Перед уходом канадский друг рассказал мне, что в западном Сент-Фоле есть компания, которой требуется программист для дверных замков и систем безопасности. Рассказал мне также, какие вопросы он завалил. И я уже знал, где будет моя следующая работа. Десять минут, Виталий. Десять минут. На самом деле это рекорд, потому что обычно, когда Виталий выходит на сцену, обычно минут 17-20. Спасибо тебе, что ты ужал свое стандартное выступление. До каких-то жалких десяти минут. Так, да. Можно я пару слов? Да, конечно. Здравствуйте. Я на сцену. Спасибо, это мое привычное место. Здравствуйте. Так как сегодняшняя тема Welcome to America, я, как миссис Миннесота, должна вам сказать Welcome to Minnesota. Я хочу сказать маленькую ответочку Андрею. Где он здесь? Я тут не вижу. Вот он. Ответочку Андрею, так он сказал, когда мы только познакомились. И вообще Андрей для меня такая невероятная находка человеческая. Он просто замечательный. Тебя люблю, Андрей. Спасибо тебе. Мы познакомились через Protest Foundation. Юрочка здесь с большим сердцем человек. Я, кстати, не шучу. Мне нельзя шутить. Мне нужно только быть красивой. Поэтому я хочу маленькую ответочку сказать. Когда Андрей спросил меня, что значит мисс Миннесота, и миссис, в чем разница. Я ему ответила. Когда я познакомилась с Protest Foundation, и там военный, и мне нужно было там объяснять разницу между мисс и миссис, там намного тяжелее было. И один самый распространенный вопрос ко мне, как миссис Миннесота, от многих людей, особенно от военных, такой вопрос. Ты спишь с короной? Один военный у меня спросил пару месяцев назад. Я ему говорю, отвечаю, нет. А он говорит, а с кем? Ну все, я кончила. И закончила. Спасибо. Я, на самом деле, еще одну шутку для Лины заготовил, но я его не успел рассказать. А, да. I'm sorry. И еще один explanation, объяснение, почему я, как миссис, я без мужа. Так? Но, на самом деле, у меня всегда охрана. Миннеаполис, полисовер, инспектор. Хосе? 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 So, I'm explaining why, as a миссис Миннесота, my husband is not present today, and I'm explaining this to you, as my personal bodyguard, the mиссис Миннесота, is always following me around. So, here it is. Yes, but he is a Minneapolis, inspector of a third precinct. Yes. Yes, Хосе Гомез. And he actually is a big supporter of us, of the Ukrainian community. Are they worried about you? Are they worried about you? Are they from? They're worried of me. Sure, sure. Амри? Yeah, I just want to say thank you for the police department, because it was kind of interesting. We arranged, and this is off script, I wasn't going to say that, but we arranged the escort for our Ukrainian heroes back to the airport once. and, um... Oh, shoot. I was going to say a joke. But, okay, so... And then, so... So, the escort... The escort... We are not recording this. The escort was the two police cars and then one car with soldiers. So, they would go first. And my car, since I was kind of riding around organizing everything, my car was, like, lost in the queue. So, I was, like, a fifth or sixth car. And Nicola and I, we were in the car, and, um... You know, the escort would go... The escort would go through the lights following the traffic, following all the rules, and then we got behind, right? Because we just didn't get to one of the... One of the traffic lights, thrown the traffic lights. So, when we got on the highway, the police and the soldiers were already gone. So, this is the first time in my life when police was not following me and trying to catch me. I was trying to catch police on the highway. So, I remember that. And I will never do it again. So, but thank you for your support, guys. Really appreciate it. Thank you. Ah, ну да, классно. Я, эм... Чё-то я хотел сказать... А, у меня же выступление, Юма. У меня уже пристали, отлично. У меня тоже есть бумажка, потому что я тоже, как все... Я, кстати, как Артур, тоже не пил ещё. И я совершенно трезвый. И такие новые ощущения, стоять трезвым на сцене, вот честное слово. Обычно, ну, выпьешь там чуть-чуть румашечку перед выступлением, это закон. В КВНе все его знают. Перед сценой надо вот полурымки коньяка выпить, тогда всё хорошо. Вот. Сейчас я абсолютно трезвый, думаю, не, я не буду пить, потому что я слова забуду. И вот даже бумажку взял. Вот. Ну ладно. Друзья, ну, у меня вопрос. Похлопайте, пожалуйста. Кто уже поменял зимние колёса? Где эти оптимисты? Где эти оптимисты лохи? Я ещё не поменял. Потому что, потому что реальная весна, это, конечно, просто... Я вот, я помню, значит, был такой момент, когда я использовал сноублоуэр, потом газонокосилку, потом пять сноублоуэр, и всё в одну неделю. Понимаете? Ну, такое ощущение, что если бы Юрий Шевчук жил бы со своей группой ДДТ в Миннесоте, они бы назвали свой альбом не «Актриса весна». А «Актриса где, блядь, весна?» Потому что это вообще кто-то бред. Вот. Ну, расскажем немножко об Америке. Я в Америке... Я приехал в Америку в прошлом веке, в 99-м году. И когда я приехал в Америку, я не говорил совершенно по-английски, и поэтому у меня не было американских друзей. Вот. Ну, со временем я всё-таки выучил английский, и у меня появился один друг, его звали Марк. Он, знаете, такой американец, in these fifties, такой, прошёл Вьетнам, такой вот закалённый, такой немножко фермер, такой вот «не». И он начинает шёл со мной разговаривать, и мне очень было интересно узнать некоторые вещи, которые я давно хотел у кого-то узнать. Я спросил у него, есть ли в Америке баня? Обохлопьте, пожалуйста, кто любит баню. Есть ли? Вот. Я очень люблю баню, и когда я сюда поехал, ну, я жил там в Индиале, вообще на Минловноуэр, и я её искал, эту баню, ну, довольно долго. И вот, наконец, нашёл американца, говорю, слушай, чувак, где баня? Он говорит, а что такое баня? Вот. Я ему начал объяснять, говорю, мы с мужиками идём, он говорит, то есть, с мужиками, без женщин? Идём и садимся в комнату, раздеваемся до гола, и все вместе садимся в комнату. Он такой, без женщин. Я говорю, без женщин. Это приличная баня. Вот. Я говорю, а что вы там делаете? Я говорю, мы там потеем. А он говорит, значит, я правильно понимаю, что вы только мужиками идёте, в комнату, сидите там голые и потеете. Я говорю, да. Хорошо. А что вы ещё там делаете? Я говорю, ну, мы там бьём друг друга. И я так не мог найти, говорю, ветками от деревьев, три бранчуса. Он говорит, я правильно понимаю, что вы идёте мужиками, раздеваетесь до гола. Я говорю, да, естественно, до гола. Кто в плавках сидит, тот вообще чмошник. Вот. Сидите, потеете и бьёте друг друга палками от деревьев. Я говорю, да. И что вы при этом говорите? И что вам? Хорошо? Я говорю, нам очень хорошо. Мы так говорим, хорошо! Давай ещё. Ну, в общем, знаете, у меня пока не появилось американских друзей до сих пор. Я не знаю, в чём проблема. Баня нашёл. Ну, наверное, баня дома у меня уже. Наверное, надо перестать им рассказывать о бане. Чувствую. Да. Слушайте, а вот я уже в Америке живу 24 года и начала немножко Америка подбешивать. Вот. Никого не подбешивает, никого не бестит вот эта политическая корректность, которая сейчас развелась. Кого бесит? Политическая корректность. А вот. Ну, вообще уже. Я недавно летал в командировку в Детройт. Это абсолютная правда. Мы сидим там, разговариваем с ребятами с Мичиган. Они говорят, слушай, хочешь прикол расскажу, какой? Они говорят, недавно была Пасха и в Мичиганском университете, ну, это абсолютная правда, можете на интернете посмотреть, запретили некоторые слова. Вот. Была Пасха и запретили использовать слова Merry Christmas, E-Bani. Я говорю, ну, а E-Bani, это не так, как я их называю, это E-Bani. То есть, они запретили E-Bani. То есть, кролика, вы понимаете? Они, блядь, запретили кролика. Я говорю, ну, а почему кролик? Ну, я понимал, Иисус на Христе или там, Магомед на коврике или там, не знаю, причастие. Ну, понятно, да? А теперь кролика запретили. То есть, вообще, до чего мы дойдем тут в Америке скоро? То есть, можно реально взять любое слово с любого писания и его просто отменить. В Коране написано о 72 девственницах. Что за дискриминация? Что, мы сейчас девственниц отменим? Отменим. То есть, это как? Сколько нужно кроликов, чтобы отменить девственниц? 72 кролика, да? На одну. Вот. Ну, вы знаете, на самом деле многое, что изменилось в Америке и стало намного хуже с точки зрения политкорректности. Я приехал в Миннесону в 2001 году и тогда можно было говорить со сценой, говорить вслух, говорить со сценой многие вещи. Сейчас уже нельзя. Вот. Я вам приведу пример, что изменилось. Я приехал в 2001 году, такой, ну, мне было сколько там, 22 года, я, или 23, не помню. Короче, я приехал, меня поселили прямо вот напротив Лорен Парка, называется Лорен Виллэдж, прямо напротив Басилики, и мои окна выходили на Хеннипи на Веню. Вот. Ну, для тех, кто не знает, это такой большой такой проспект посредине Миннеаполиса. Вот. И, значит, я был там интерном, я, значит, один раз проснулся утром, в субботу с ужасного похмелья проснулся, а то уже какие-то крики под окном. Крики просто неимоверные. Ну, я такой стою, думаю, бля, что за пидарасы там орут? Короче, подхожу к окну, смотрю, а там гей-пора. И я такой, и вот так, как я рассказывал моим друзьям из России про мое субботнее утро, вот так уже нельзя говорить, чтобы вы понимали. Сейчас уже нельзя наговорить. Вот. Ну, давайте, давайте немножко сменим тему. Кто-нибудь летал из терминала 2? Вот. Это вот этот терминал, не Дельта, а вот этот терминал, который такой, там, мощные бюджетные велинии летают, там, Санкантри, Джетблу, вот этого. А вы не замечали, что когда вы едете к терминалу 2, вы проезжаете мимо кладбища? Что они хотят о нем сказать? Мне кажется, это Дельта проплатила, чтобы люди, когда ехали к этим мощным и олиням, они задумались и как бы, может быть, повернули в сторону Дельты, в сторону терминала 1. Вот. А вы заметили, что, давайте перейдем немножко к языку, потому что это как бы welcome to America, давайте переведем немножко к языку. Я расскажу о радостях языка английского и русского. Вы заметили, что в русском языке нету эквивалентного слова, выражения have fun. Нету эквивалента. Вот давайте попробуем. Кто найдет? Получаем удовольствие. Сегодня мы получаем удовольствие. Ты пришел с работы, ты получаешь удовольствие, я получал удовольствие на работе. Веселенность. Но на самом деле американская вот эта емкость have fun, его нету эквивалента в русском языке. То есть все равно можно найти такое выражение, которое не будет подходить. Вот. Я подумал, что русский язык отплатил американскому английскому языку емкостью и непереводимостью матов. Потому что существует такое слово, которое невозможно перевести на английский. Это слово пиздец. Ну, кто-нибудь, давайте. Как? Факатно. Оно все равно не так. Вот, пиздец. Давайте, вот, кто-нибудь, кто-нибудь. Ну, ладно. Have fun. Shit show. Shit show. На самом деле, я нашел одно фубар. Есть такое выражение фубар. Это fucked up, beyond, like something, something. So, that was the closest. Американские военные придумали. Вот. Ну, значит, скажите, есть в зале медсестры или доктора? Ну, все. Кто похлопает, медсестры, доктора есть? Вот. Мне нужны медицинские работники, мне нужно ваше мнение. Ах. Слушай. Ну-ка, ничего не показывай. Был ли ты, как это. А почему не показывай? То есть, ты показывала, а другим нельзя? Не, не, показывай, показывай. Я не показываю. Да вот они, правда. Я не показываю. Я не показываю. Я откачаю. Хорошо. Значит, есть в зале медицинские работники, это хорошо. У меня к вам вопрос. Смотрите, я купил недавно наушники, они такие вот, вставляются ухо, знаете, такие, очень удобные. Они вставляются в ухо, они оба динамовых наушника. Но у меня почему-то из одного уха выпадает наушник. Может быть такое, что у меня одно ухо меньше, чем другое? Подождите, что? Конечно, мы не знаем. А, что ли? А, вот тут лучше слышно. Американцы, на самом деле, американцы помешаны на спорте. И иммигрантам здесь надо будет к этому привыкнуть. Я, на самом деле, долго привыкал, до сих пор привыкаю. Самый популярный спорт в Америке это американский футбол. Но правило там, значит, приведу как бы разницу между европейским футболом и американским футболом. Значит, чтобы смотреть, ну, просто европейский, нормальный футбол, достаточно просто знать, что есть две команды, забиваешь мяч в ворота одну очко, руками может брать только два человека, вратаря с каждой команды. На этом уровне, в принципе, если знаете про на этом уровне, вы достаточно понимаете, можете смотреть футбол. В американском футболе тоже есть ворота, но есть нюанс. Забить надо не ворота, а выше ворот. За это вы получаете одну очко, а иногда три. Ну, там, по обстоятельствам. Дальше. На поле у нас не две команды, а шесть. Понимаете? И это тоже по обстоятельствам, так как пойдет. Дальше. Я когда вот это все, ну, когда я приехал и смотрел этот футбол, я же не понимал по-английски, да, я же смотрю и как бы просто смотрю картинку, я даже там звук выключал. Значит, у меня все это в голове выглядело так, ну, не в голове, на картинке выглядело так. Мужики построили, стоят раком десять секунд. Потом пять секунд происходит что-то, они друг на друга наваливаются, и следующие пять минут они просто разбирают друг друга, чтобы опять стать раком на следующие десять секунд. Вот так выглядит американский футбол. Если не понимаешь правил. Но я вот как-то уже потом разобрался в правилах, но у меня есть подруга одна, да, она до сих пор с удовольствием смотрит американский футбол, но она правил не знает. Ну, ей просто нравится картинка. Да, и, ну, и в заключении, в заключении я вам расскажу, что, к сожалению, в Америке все помешано на работе. То есть, и вот эта вот помешанность американская на работе, она также транскрибируется, переходит в, ну, в язык, да. Ну, например, там, моя основная работа это day job, да. Моя, там, не знаю, работа в офисе, там, desk job. Там, резюме, там, не знаю, интервью, blow job. То есть, good job. Blow job. Вот. На этом, на этой прекрасной, доброй шутке. Вот. Друзья, я, на самом деле, все, спасибо огромное за внимание. Я очень, я очень ценю, что вы пришли. Вот. У меня еще есть специальный реквест от Саши. Саша, как ты думаешь, хочешь, чтобы я прочитал эту с, или уже не надо, или уже пойдем пилпить? Как ты думаешь? Надо, надо, надо. Ну, я не знаю. Короче, Саша, мы там переписывались, Саша говорит, о, Андрей, там, есть такая у нас, я написал одну, как Брис называется. Вот. В прошлый раз я ее читал, ну, всем понравилось, особенно девушкам. Вот. Саша говорит, ты в этот раз прочитаешь, ну, я говорю, ну, я принесу, а там по времени посмотрим. Давай, давай, давай. Вот. И, ну, как бы в заключение, ну, просто, чтобы... Мы не можем закончить на blow job. Надо, кто-то должен. Да, мне вот показалось, что вкус какой-то, после вкусы все такое осталось, да? Никто. Да, сейчас я их не думаю. Я, 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 уже читал с этой сцены, но я не думаю, что он так же хорошо, как бы срезонирует, потому что в прошлый раз у нас было такое совместное выступление, выступал клуб Marvelous Women of Minnesota. Вот тут есть представители. Давайте похлопаем им. Это Алина, Саша, тут что-то есть, как мама была, Юля, кто еще? Ну, короче, много женщин в Миннесоте, они часть этого клуба. О, кстати, я рекламирую ваш клуб. Ребята, кто приехал сюда, вот, девушки, женщины, представители здесь клуба, у них есть удивительные ивенты, события, они там собираются раз в год, делают какую-то гау, потом у них... Выходим в баню, голые все женщины. Да. А мужчины? И не зайдет эта штука. Потому что, потому что, пока я буду рассказывать, все будут думать про женскую баню. Вот. Ну, и, значит, у нас было такое выступление, они много выступали, и поэтому в тот момент, ну, мое выступление про вот то, что я вам сейчас расскажу, было немножко в тему. Ну, ладно. Дорогие, дорогие Миннесота Барвеллс Винни. На самом деле, у нас у мужчин тоже есть клуб в Миннесоте, вы просто о нем не знаете. Клуб существует уже много лет, и мы выбрали название клуба слева от такой же логики и Штеймарвеллс Клуб. Взяли известный фильм, ну, вот, знаете, этот фильм про миссис Мейзелл. Мы тоже взяли известный фильм, с крутым главным героем и назвали «Клуб по фильмам». «Крепкие орешки». «Крепкие орешки». Да. Те, кто были в прошлый раз, помнят. Итак, наш клуб называется «Крепкие орешки». Итак, представляем некоторые неизвестные ранее факты о чисто мужском, секретном клубе «Крепкие орешки». На первое собрание клуба никто не пришел, потому что никто не смог оторвать свои орешки от дивана. Сделали выводы. Второе заседание клуба сделали на пивзаводе Summit Brewery. Пришли все. Ушли не все. Изумительные дамы любят устраивать разные ивенты. Вечер 20-х годов, Murder Mystery, баня, Salsa Dancing. Наш клуб тоже очень любит салсу. Салсу мы предпочитаем с чипсами, пивом и, как ясно из названия клуба, с солеными орешками. Крепкие орешки есть не только у мужчин, но и у многих женщин. Но у женщин орешки не между ног, а крепко зажаты в кулаке. У некоторых, правда, во рту, но все равно крепко зажаты. Наши клубы, на самом деле, очень похожи. На чаепитие клуба мы тоже пьем чай. Женский клуб Earl Grey Hot Tea, а мы Grey Goose Long Island High Tea. Тоже чай. Когда женщины клуба хотят отдохнуть, они отдыхают душой и телом среди других женщин. Парадоксально, что когда мужчины хотят отдохнуть, они делают то же самое. Члены клуба поддерживают... А, это не то. Лайфхак клуба Крепкие Орешки. Самый лучший подарок на 8 марта выкинуть елку. И у нашего клуба также есть своя йога. Итак, позы йоги клуба Крепкие Орешки. Внимание. Поза Шевансона. Это когда поза лежишь и ничего не делаешь. Фундаментальная поза клуба. Каждый член клуба обязан не пребывать не менее часа в день. Другое название клуба Дивансона. Чайлд поуз. Чайлд поуз. Поза ребенка. В позе ребенка многие мужчины пребывают всю жизнь. Покупают машинки, пистолеты, куклы и другие игрушки. Мы знаем, какие. Даунвард фейсинг дог. Собака, смотрящая вниз. Это поза, когда ты пришел домой поздно, пьяный, и с пятнами помады на рубашке. Собака. Вот так. Аппорт фейсинг дог. Поза собаки мордой вверх. Поза получения дел по дому. Обычно следует сразу после позы даунвард фейсинг дог. Поза осьминог. Поза осьминог. Мужчина в магазине с пятью маленькими детьми. Поза аиста. Внимание, частое пребывание в этой позе приводит к позе осьминог. Опасайтесь позе аиста. Поза рак. Часто. В этой позе мужчина, как правило, ремонтирует водопровод. Поза варьер ван. Это когда мужчина приехал из командировки, а у жены в кровати любовник. Поза варьер 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 присоединился к позе варьер 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 к чему это я? Теперь все девушки в этом зале не смогут сделать позу варьер без улыбки. Поза треугольник. То же самое, что варьер 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 но только когда из командировки приехала жена. К чему это я? Теперь все мужчины в зале не смогут сделать позу треугольник без улыбки жены. И напоследок поза поклон практикуется после прочтения несмешных текстов. Спасибо. Друзья, 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 ну на этом наш камин подходит к концу. Я хочу еще раз поблагодарить всех, буквально всех выступающих. Итак, Дагмары, ваши аплодисменты. Оля Демидова. Лев Крайман. Юлия Кальперина. Артур. Моголем его Иванов. Юлия Капелевич. Виталий Катасонов. Привет. И я Андрей Бадан. Спасибо всем. О, давай, поехали. Я думаю, что мы пиво попьем, потом пью. Давай, Легко. Да, песня. Это второе отделение? Давай. И мы тебе подпоем, Лева. Да, ну, песню лучше закончить, знаете, так хорошо, так, завершить, так, чтобы не на blowjob уже закончить. Я забыл. Поплачу. Не, просто, эта песня, она какие-то лет, но в этот апрель он делает вновь актуальный. И, как бы, я понял, что это все-таки будет не просто так, снежный апрель, да, точно. Помните, пять лет назад? Да, апрель, да, когда мы еще все фотались голый там, вот. Все, 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 какие-то, знаете, какие-то темы находятся, нащупываются темы, какие, так сказать, близкие массам. Так, окей. Ну, окей, ну, в общем, такая песенка про апрель. В юном месяце апрель снега валит мокрый снег. В старом парке для качелей нету места для разбег. Позабыто все на свете сердце в пятки и с груди. Только шуба, только ветер, лишь лопата впереди. Сметая снег под елей, не ведая преград, птицей лопат Апрель в глазах быстрее кружится от весенней кутерьмы. Вновь на юг удрали птицы И хотим за птицей мы Отменилось все на свете Школа, плавание, друзья От лопаты в этот вечер Так болит моя спина Снег закончится когда-то Он не может быть всегда Затупятся все лопаты И вернется к нам весна А пока конца не видно Снег везде Я не спешу Лишь немного Мне обидно Что вот так Я не напишу Буя мглою Небо кроет Вихри снежные крутя Кто как зверь Она завоет Кто заплачет Как дитя Ура Андрюха, давай Спасибо, давайте пойдем попьем пиво Спасибо, господин Спасибо, господин Продолжение следует...